Когда мы сами радуемся, потому что у нашего мужчины появляются классные пары, и мы уже не беспокоимся о его здоровье и о его внешнем виде, тогда это, конечно, мы говорим сейчас о мужской паре. 1690 рублей, какие же у нас классные цены, да, для мужской обуви это просто подарок. 77 584 номер лота, это новинка, впервые появляются у нас в эфире. Две прошлые пары, аналогичные, просто практически разлетелись, от меня сейчас сказали, ушли в ноль даже. И у нас, кстати, два цвета, черный и опять же коричневый появляется. И если вы сейчас, вот опять же мне говорят, если вы сейчас нас видите и не успели те взять, ну мало ли, вы так прям застали в конец эфира, то берите прямо сейчас эти, потому что черные опять начинают разлетаться. Я понимаю прекрасно, сколько стоит сейчас мужская обувь от 3000 рублей. Именно эта пара стоила 5000 рублей, мы сейчас вам расскажем, почему она такая дорогая. Ты знаешь, Наташа, мы для себя вообще сразу выделили мягкость в этой обуви, потому что действительно они мягкие, как кроссовки, хотя здесь используется эко-кожа. Эко-кожа влагоотталкивающая, грязь и ветренепроницаемый материал, за которым еще и ухаживать просто. Да, то есть как бы эко-кожа присутствует здесь, но мягкость действительно такая, кроссовочная, даже сверху изделия, не только в амортизационных свойствах подошвы. Далее, надо сказать, что эта обувь-то у нас зимняя, и благодаря тому, что она зимняя, вы даже и осенью в ней походите, прохладной зимой тоже, и у нас здесь находится мех внутри, мы вам сейчас его продемонстрируем, и производители рекомендуют вам в этой обуви ходить даже до минус 20. Но мы думаем, что это присловие, если вы теплый носочек наденете, да? Но, тем не менее, это зимний вариант обуви, поэтому у нас здесь меха много, и мех у нас с вами только на язычке, но и в носочной части внутри есть мех, и на боковых во всех-всех деталях обуви есть мех, и на стельке у нас тоже есть мех, и, кстати говоря, стелька здесь съемная, поэтому вы можете эту стельку вынуть для того, чтобы ее постирать, да, или же, например, внутрь ставить свою стельку ортопедическую. Ортопедическую или вот войлок я вставляю очень часто. Вот ты говоришь, ну, при условиях, что вот минус 20, если кто-то будет ходить, я тебе скажу так, у нас мужчины бегают в обычной обуви с каким-нибудь тонким мехом, потому что другого, в принципе, нет никогда. То есть, если мы привыкли, что у нас есть сапоги, у нас есть тюнт, у нас есть и это другое, пятое-десятое, то у мужчин выбор-то небольшой, особенно если он одевается в классическом варианте, то, например, работу, да, там дресс-код требует, тогда, конечно же, только такие ботинки. И тут наступает просто мучение, потому что они или теплые и огромные, или вот такие изящные и не совсем теплые. Сегодня у вас есть прекрасная возможность, вы получаете два в одном, здесь отличная длина ворса, и цена сегодня 1690 рублей. Конечно, они очень удобные, мне, например, нравятся, что достаточно широкие, посмотри, как классно смотрятся. Да-да-да, они широкие, в носочной части, в зоне подъема. Ты, наверное, не убирай от меня вот эту полупару, потому что я хочу их рядом друг к другу показать вам и как бы раскрыть некую особенность, которая здесь есть. Смотрите, вот наш язычок и шнуровка. Благодаря этой шнуровке мы можем максимально узко сделать эту пространство. Мы как бы подтянем с вами шнуровку, язычок, и посмотрите, у нас с вами уменьшается зона подъема, если у вас низкий подъем и не очень широкая нога, да, а если мы хотим увеличить, то у нас с вами максимально мы сможем язычок увеличить, но что мы сможем сделать? Посмотрите, здесь такой очень хитрый язычок, то есть если нам нужно узкое пространство, мы с вами язычок заводим под берец, вот под эту деталь, и затягиваем. Если нужно более широкое, то смотрите, что мы сделаем. Мы с вами берем язычок, кладем сверху, у нас такой типа стопера, стопера получается, да, и мы уже с вами не сможем узко затянуть. То есть иногда, точнее, иногда мы можем даже не завязывать шнурки, вот так вот спокойно они свободно могут находиться, и вы сможете вот надевать. Я бы даже сказала, что производителям задумано именно так, потому что вот здесь, посмотрите, разве похоже, что это такие спортивные какой-то стилы, типа кроссовок? Нет, ни в коем случае, это прям ботинки. А когда мы добавляем шнуровку, тогда, когда мы видим, что уже шнуровка появляется, это более уже активная, более спортивная модель, более современная. Поэтому получается у нас два в одном. Мы приобретаем ботинки, и, конечно же, прямо сейчас мы видим, как шнуровка превращает наши ботинки вот в такой полуспортивный стиль. 42 и 43 размеры в ограничении, размеры с 40 по 45, и сна сегодня 1690 рублей. Черные уже разлетаются. И опять же, мы видим здесь преимущество перед другими моделями. Что ты сейчас делаешь? Я хочу показать, как реагирует материал верха, это кожа, на воду. Предположим, вы наступили в лужу или в подставивший сугроб. У нас с вами огромное количество разных деталей, и этим привлекательная эта обувь. Есть швы, но сквозь эти швы даже вода не затекает, потому что у нас еще и подкладка особая внутренняя находится. И вот я дальше могу продолжить разговаривать, да, но тем временем мне пора уже показать вам вообще сухость этого носочка. Он абсолютно сухой. Вот если бы, например, у нас с вами вода внутрь поступила, то сразу же начали бы появляться вот такие темные пятна, да. Но, друзья мои, абсолютно сухим остается носочек. Итак, давай подытожим, почему у нас обувь вообще не промокает. Вот для, кстати, для зимы, для московской зимы это очень актуально, потому что в основном у нас только сляка, да, реагенты все топят. Ну, смотри, почему, да, конечно, это не резиновые сапоги, но это все-таки материал эко-кожа, эко-кожа влагоотталкивающий материал. Далее, он не деформируется, то есть если вы даже сильно-сильно-сильно промокли, ну, может случиться такое, когда вы высохите обувь, вы увидите, что материал не скукожится, он останется точно таким же, и изделие форму не потеряет. Он никаких дорогостоящих средств по уходу вы не используете для того, чтобы ухаживать за этим изделием, но протираете самыми обыкновенными салфетками. И что, и вы, в общем-то, всегда в обуви, которая блестит, потому что эко-кожа способна блестеть всегда. А вот у меня еще вопрос. Если я затрону такую тему, как реагенты в Москве, то у меня было пару сапог, пару случаев, тогда, когда просто, ну, вот кожаные я покупаю сапоги, одеваю несколько раз, не успеваю обработать какими-то средствами. И начинается развода. И я потом выбрасываю, потому что ничего не делаешь. Ты знаешь, Наташа, я вообще считаю, что должно быть много разной обуви. Ты абсолютно права, реагенты наши враги. Поэтому, если вы обожаете обувь из натуральной кожи, да мы вас только поддерживаем. Но мы вас уверяем, что у вас еще и должна быть пара из эко-кожи. Потому что ее вы, ну, не будете над ней трястись, каждый раз за валидол хвататься, когда вы вдруг в лужу наступили в грязь и не реагенты. Да, за несколько по 10 тысяч рублей. Совершенно нет. Потому что, действительно, у нас все-таки такой, я бы сказала, удобный, бюджетный вариант. И это эко-кожа, которая как раз-таки не боится реагентов. Но выглядят они очень достойно. Вот будто бы из кожи натуральной. Вот как раз это огромное преимущество. И именно даже из-за этого я возьму. Потому что, конечно, хочется, чтобы в этой обуви мы ходили ни один, ни два месяца, ни один сезон. И просто уже не заморачивались по поводу ухода дикого дорогого. Потому что ты приходишь с улицы, тебе их надо помыть, уже вечер, ты уже устал, тебе надо их чем-то обработать. И так каждое утро и вечер. И посмотрите, здесь просто элементарный уход. Стоят они 1690 рублей, и эти пары у нас просто разлетаются. Я так понимаю, что люди, которые аналогичные брали, они прекрасно понимают, о чем мы сейчас говорим. Продано 35 за нашу презентацию. Прошло несколько минут. 42, 43 и 45 эти размеры попадают в ограничение. У нас есть два цвета, черный и коричневый. Кстати, именно сегодня на этой паре коричневый, темно-коричневый, поэтому практически не видно, что они прям такие коричневые. И черный, черного их меньше всего. Запутался на так совсем, да? Но реально, и первый вариант цвета, и второй вариант цвета, кажется, цвета шикарен. Они очень мужественные, они настолько привлекательные. И нам всегда нравится обувь, которая имеет умелую эклектику. Когда, с одной стороны, элегантность сочетается со спортивностью. И, кстати говоря, это действительно урбанистический стиль. Что такое урбанистический стиль? Это тот стиль, который предполагает элегантность и комфорт. Потому что мы с вами, живя в городе, да и не только в городе, мы с вами имеем достаточно такой насыщенный ритм жизни. Утром мы выходим на работу, и нам нужно выглядеть элегантно. А вечером у нас встречи с друзьями, походы, возможно, на какие-нибудь выставки. Или вообще приятность встречи. И уже обувь должна быть такой свободной, расслабленной. Поэтому здесь все есть. Здесь есть и элегантность, и расслабленность. Элегантность, расслабленность. Я с тобой полностью согласна. Мне очень нравится то, что достаточно широкая, не зауженная подошва, а именно такая широкая. И вот сейчас Оксана показывает, что они невероятно мягкие, невероятно гибкие. И это огромное преимущество перед всей остальной обувью. Вы такую обувь достаточно мягкую не найдете, потому что все, что мы видим на рынке, даже вот особенно мужская обувь, я иногда просто ужасаюсь. Думаю, как вообще они такие дубовые появляются. Сегодня 1690 рублей они у нас стоят. Вместо 5000 рублей я понимаю, почему была такая цена классная. А сейчас, конечно, огромная выгода. 3300 вы экономите. Поэтому приобретайте сразу, например, своему супругу, своему отцу. Я не знаю, можно позвонить там самому брату, сказать, слушай, смотри, какой, Леш, у нас классные такие ботинки есть. Давай мы тебя возьмем. 42, 43, 45. Этих меньше всего. Черного тоже меньше всего. Извини, пожалуйста, ну вот, уже меня не показывают. Я только хотела Леше как раз показать амортизирующие свойства подошвы, что они здесь невероятны. У нас здесь такие особые сектора есть, которые, извините, как раз и выполняют такую функцию подушки безопасности. Да, посмотрите, вот пальцем надавливаю, с легкостью, одним пальцем, и у меня уже продавливается вот этот сектор. Но смотрите, какая история. Они продавливаются-то продавливаются, потому что они амортизируют. Но при этом камни и всякие неровности поверхности вы чувствовать не будете. Потому что здесь высокий протектор, потому что здесь действительно вот эти амортизирующие свойства. Поэтому у нас с вами классная обувь, потому что она все-таки сверху, вот так, если смотрим, выглядит достаточно элегантно. А вот так сбоку мы с вами получаем практически кроссовки. Я еще раз говорю, что вот сейчас вы видите коричневый цвет, и вы видите, какой он темный цвет. И это значит, что, конечно же, берите и черный, и коричневый. Если вы хотите немножко быть в тренде, немного быть помоднее, ну, черный классика, может быть, кстати, два, можно взять смело по такой цене, да? За три с небольшим вы получаете две абсолютно разные. Одни вот такие темно-коричневые шоколадные, а другие черные. И если мы говорим про подошву, то, конечно, хочется знать в цифрах, сколько она по высоте. Давай мы с тобой измерим. Но прежде скажем, что подошва здесь имеет клей-порошивной метод крепления. И клеем скреплено изделие, точнее, детали верха и низа. И еще шов у нас присутствует, вот он, собственно говоря, где находится. Это хорошо. Да, по всему периметру подошвы. Дальше, давайте с вами посмотрим по поводу высоты. Подошва у нас составляет 3,5 сантиметра в пяточной части. В носочной части у нас скрывается 2,5 сантиметра. Ну, согласитесь, хорошая подошва. Она же вам не позволит промерзнуть, потому что достаточно высокая. И дальше, обратили внимание, носочная часть у нас приподнята. Вот она. Я могу даже практически два пальца положить. И знаете, что это очень здорово, потому что, когда вы будете ходить, у вас будет обеспечиваться перекат с пятки на носок. И вот эта конструкция позволяет вашей стопе находиться в анатомичном правильном положении внутри этой обуви. И работать так, как природа задается. И более того, даже сгибаться ваша нога будет внутри этой обуви. И все материалы, они не будут препятствовать этому природному процессу вашей ноги. Процессу сгибания и разгибания. Слушай, комфортно, да еще какая красивая. Я опять обращаю внимание на фактуру. Посмотрите, как классно. Вот действительно дорогая кожа. Вот прям так и хочется сказать. И, кстати, комбинированная, потому что здесь и гладкая, здесь и такая вот выделка. И, конечно, сам образ будет совершенно другой. Вот не скажешь, что прям 100% классика, но и не спорт, да? Да. Наташа, я тебя понимаю. Действительно, вид-то они имеют такой щегольской. Вот. Но при этом и расслабленный тоже. Вот щегольской, потому что у нас здесь материалы фактуры, соединение деталей. И вот на носочную часть мы с вами посмотрим и вроде классику мы с вами читаем. Но подошва-то похожа на кроссовочную. Поэтому действительно они такие необыкновенные. А куда мы ходим в таких? Ну куда? Вот, друзья мои, куда? Просто выходим из дома и начинаем больше ходить и гулять. Смотри, у нас Сашка прям затанцевал, да? Вот смотри. Вот он показывает абсолютную мягкость этих ботинок. Посмотрите, как классно они выглядят. Вот даже походка становится легкая, да? Ну так вот он, например, пошел, наверное, на отдых. Возможно, он пошел на пешую экскурсию. Сейчас, кстати, это очень актуально. Возможно, он пошел на какой-то городской праздник, который у нас длится порой с самого раннего утра до самого позднего вечера. Но ведь везде хочется побывать, правильно? Поэтому эта обувь для таких мероприятий тоже подходит. Для разных ярмарок, для поездок, например, на дальние расстояния, даже в командировку, если вы отправитесь, вы не прогадаете. Потому что и с брюками классическими вы наденете, и с джинсами тоже. То есть, когда вы поедете в командировку, вам не нужно две пары брать. Вам достаточно одной пары, да? Правильно, обычно мы так и делаем, и всегда разрываемся. Что же взять, вот удобную или красивую модельную? Посмотрите, здесь мы сегодня не разрываемся и не думаем, потому что берем и красивую, и удобную. И еще вдобавок, посмотрите, мы даже с помощью шнурков, ну как же здорово, мне так нравится вот этот дизайн, делаем абсолютно две разные стили, два разных стиля, две разные пары обуви. Стоит сегодня 1690 рублей, продано 87 пар только за нашу презентацию, минут 10 прошло, 42, 43, 45, их меньше всего. Как нам выбрать размер, потому что звонков масса на самом деле. Ты знаешь, Наташа, они чуть-чуть маломерят. Вот наши мужчины все примеряли, и наши операторы, и наши режиссеры, и наши оперативные продюсеры, и Александр, наш представитель, который вам рекламирует эту обувь, демонстрирует. Все сказали, на размер побольше нужно выбирать. На размер побольше. А мы нашим мужчинам доверяем. Мы нашим мужчинам доверяем, поэтому берите на размер побольше, здесь тем более мех. Я вообще свою всю обувь беру на размер побольше. Тем более это зима действительно обувь. Да, 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 поэтому должно быть все-таки места много, мало не бывает. 4 900, ну практически 5 тысяч мы сейчас с вами заплатили бы, но экономим 3 300, берем за 1690 рублей. И вот у нас идеальная пара. Мы берем на работу, носим вот в такой вот обуви, да, а потом, приходя домой, мы надеваем теплые чуни. Я сейчас говорю не только о мужчинах, но и о женщинах. Внимание! 790 рублей, наш абсолютный хит. Посмотрите, что вы сегодня получаете. Размеры с 35 по 45. Именно поэтому я говорю, берем детям, берем взрослым, берем мужчинам, женщинам, мамам, бабушкам, да кому угодно. Посмотрите, какие они мягкие, но самое главное, это, конечно, натуральный материал. Что здесь присутствует у нас? У нас 50% овечьей шерсти, 50% искусственного волокна. И такой тандем прекрасен, потому что он согревает вашу ножку и очень быстро сохнет, если вы постираете. Кстати говоря, вы же знаете, что для того, чтобы согреться, мех должен быть ближе к телу. Вы скажете, ну, наверное, мех есть снаружи, а если внутри? Друзья, много места и внутри тоже, да? Я делаю как ты, практически вытаскивая весь сапог, и получается, что у нас двойной материал. Да, двойной материал, посмотрите, у нас здесь, соответственно, вдвойне вы получаете для себя тепло и мягкость. Ну, и материал у нас получается вот такой натуральный овечьей, 50% овцы, овечьевой шерсти и 50% синтетического материала, и сверху, и снизу. Но от себя такая небольшая ремарка. Я вообще считаю, что такой носочек, он важен и нужен тем людям, у которых есть, например, либо резиновые сапоги, или сапоги из Эва, специол, если вы наши сапожки приобретали. И если есть там носок-вкладыш, то вот вам еще второй вариант носка-вкладыша, потому что внутрь в такие объемные сапоги можно надеть такой носочек для тепла. А ведь еще в деревнях до сих пор есть галошки, куда же без них? И как раз вы можете по дому топать-топать вот в таких классных чунях, и потом раз в галошки и пойти, например, потому что у меня бабушки еще и хозяйство целое. Поэтому берите прямо сейчас, они стоят 790 рублей, классный новогодний подарок. Берите для своей дочки, для себя, чтобы расшить можно, да, украсить как-то классно. Это будет ваша абсолютно эксклюзивная ручной работа, шерстяные, завечья шерсти, вот такие классные домашние чуня. Ну и, конечно, уже мы возвращаемся к нашим прекрасным ботинкам, которые стоят сегодня 1690 рублей. Преимущество перед всеми достаточно большое, они просто уже в отрыв уходят. Кстати, они наиболее популярны. У нас в прошлых два аналогичных лота были полностью практически распроданы. И вот 44 размер тоже уже в ограничении, и его меньше всего не успеваем просто действительно окрашивать, да, и зачеркивать размеры. 40 по 45 у нас есть, ну и, конечно, мы сейчас говорим о том, что мы покупаем вот за 1690, не просто демисезонную, да, или осенне-весеннюю, а зимнюю в том числе. Да. Более 100 было продано только за нашу презентацию. Да, действительно, понятное дело, почему? Потому что, в общем-то, это обувь зимняя, и зимняя обувь всегда воспринимается такой плотной обувью, которая, ну, наверное, не сгибаема. А здесь мы, вот, например, отметили мягкость как у кроссовок. И дело-то какое-то странное. Дело в том, что они мягкие, как кроссовки, но материал, который здесь используют, это эко-кожа. Вот да-да, не удивляйтесь, вот вы же видите сейчас, как сгибается носочная часть, и какие они мягенькие, и вообще материалы просто себя очень интересно ведут. Они податливые абсолютно. Но это эко-кожа, это материал, который не теряет своих качеств, этот материал, который морозоустойчивый, материал, который влагоустойчивый. Ну, вот она, та самая мягкость, о которой я говорила. Вот как бы я их не мучила, как бы я их в трубочку не сворачивала. Вот, посмотрите, да, они распрямляются, они как бы надуваются и становятся абсолютно мягким, приятным предложением для вас. Кстати, мягкость у нас есть еще и в пяточной зоне. Вот вся зона мягкого канта, вся зона входа стопы в обувь, она мягкая здесь. Посмотрите, вот он, вот он этот валик, который присутствует где? Ну, вы же знаете уже, конечно, в кроссовках. Но у нас еще и вот, пожалуйста, не только в кроссовках, но и в ботинках он тоже есть. Мне бы еще хотелось здесь отметить высоту изделия, потому что достаточно высокие ботиночки, которые вас будут скрывать, защищать точнее от холода. И у нас с вами здесь высокая не только подошва, но и даже боковые детали обуви. Давайте мы сейчас измерим, вам продемонстрируем высоту без каблучка. Да, вот высота изделия без каблука составляет 9 сантиметров, ну, 9,5 сантиметров. Теперь давайте с вами еще измерим каблучок. Каблук у нас в пяточной зоне составляет 3 сантиметра, около 2,5 сантиметров у нас в носочной части. Согласитесь, хорошая высота для того, чтобы чувствовать себя комфортно и понимать, что вы не замерзнете даже при морозах и когда у нас уже начнется гололед на улице. И еще у нас здесь прошибной метод крепления подошвы. Подошва пришита к верхней части изделия. Здесь очень много народу ходит именно в кроссовках и даже зимой приобретают какие-то утепленные кроссовки, но не всегда они выдерживают дресс-код. Даже наоборот, в основном не выдерживают. Очень странно смотрится иногда, когда человек в деловой одежде идет в кроссовках. А знаешь почему? Потому что именно они очень удобны. И здесь вы сейчас увидели, мы вам доказали, что здесь очень много взято от кроссовок. Во-первых, это очень удобная подошва. Во-вторых, мягкость. Ну и в-третьих, то, что, конечно, это лучше, чем кроссовки, то, что абсолютно непромокаемый материал. Мы уже не говорим про стиле. Сегодня такие стоят не 10 тысяч рублей, как эти самые кроссовки, а 1690 рублей. Невероятная цена. И мы сейчас видим, что они стильные, модные, современные, что они для любого возраста. Ну и, конечно, прежде всего мы задумываемся о здоровье. Ведь мы приобретаем именно зимнюю обувь. Знаешь, Наташа, я вот с тобой соглашусь. Ты сказала, что они очень похожи на кроссовки. Конечно, вот наверняка ваш мужчина обожает кроссовки. Но мы с вами привыкли, что они, как правило, выполняются из текстиля. А здесь, друзья наши, совершенно не текстиль. Здесь у нас эко-кожа. И эко-кожа, которая устойчива к влаге и грязи. Это как раз та самая обувь, которая и предназначена, чтобы вы ходили в замороз. В тот период, когда заморозки наступают. В тот период, когда у нас на улице скользко, а вам все ни почем, потому что здесь прекрасные материалы. Но прежде давайте разберемся с материалом верха. Это эко-кожа. И здесь, кстати, помимо эко-кожи, в конструкции изделий присутствует разное количество соединений деталей. Кстати, многослойность тоже является трендом этого сезона. Именно поэтому за счет многослойности и соединения разных деталей они не смотрятся скучными. Ну, в общем... Я даже не скажу, на какую фирму они сейчас похожи с этой многослойностью. Ну вот, и, в общем-то, швы здесь имеются. Но сквозь эти швы вода не протекает. Во-первых, это эко-кожа. Во-вторых, у нас внутри есть особая подкладка, которая делает все, чтобы не намокал ваш носочек внутри. Вот если бы он намок, то очень быстро, ровно через секунду начали появляться вот такие темные пятнышки. Но носок у меня остался абсолютно сухим. Это вот привет вам, потому что мех у нас внутри. Невероятное предложение. И вы сейчас сами понимаете, насколько вам будет комфортно, насколько мы будем спокойны. Когда мы приобретаем вот такую обувь, идем, да, мимо, видим какие-то там за 3000 рублей. Ну, ладно, на один сезон хватит. Купим за 3000 рублей. Унанис развалится через месяц. Вот у меня так с дочерью было не один раз. Просто не хватает обуви буквально. Через месяц она разваливается. Я иду за следующей. Здесь вы видите сейчас все преимущества. В прямом эфире мы вам доказываем, мы вам показываем, какие они прочные, где здесь швы, почему они не промокают. Ну и, конечно, что они очень теплые. Продано 132 пары. Я еще раз говорю, каждый раз, когда у нас такая пара появляется в эфире, она просто вся разлетается. Поэтому сейчас сомнений быть не может. Если вы хотите сделать подарок своему любимому, и не надо ждать какого-то удобного случая, прямо сейчас вы можете приобрести потом, когда вам придет эта обувь, только потом, кстати, и оплатите. Сейчас даже денег никаких не нужно. Для этого нужно просто позвонить по номеру телефона, сказать номер лота и, конечно же, выбрать размер правильно. Да, выбираем на размер побольше, потому что они слегка маломерят. И, Наташа, ты сказала, что боишься иногда обувь приобретать, потому что она развалится. Ну, я, в общем-то, разделяю твои опасения, но тогда давай покажем основной еще плюс этой обуви, это прошивной метод крепления. Вот и я про то же говорю. Клей прошивной метод крепления. Здесь, конечно, и клеем скрепляются детали верха и низа. Еще и дополнительно шов есть. Поэтому не промокает, да? И то, и другое. Ты знаешь, во-первых, не промокает, а во-вторых, самое-то главное, у нас деталь верха не оторвется от детали низа. А вдруг вы в общественном транспорте ездите в метро? Вот знаешь, мне частенько иной раз наступают на подошву. Так вот и норовят оторвать. У меня все время, кстати, одна и та же проблема. У меня все время отклеивается подошва, и потом, как ни странно, ее уже ничем не приклеишь, только придется выбрасывать. Поэтому то, что здесь именно пришивной способ крепления, крепления, конечно, если у вас тоже активная, вот как у моей дочери, да, жизнь кипит, просто бьет ключом, тогда, конечно, берите именно такую. Тем более я знаю, что некоторые люди ходят долго в обуви, непонятно, от чего это зависит, да, а на некоторых просто горит. Им нужна особенно крепкая обувь. Боюсь, что этот феномен еще никто не раскрыл, не изучен до конца, да. Ну и, конечно, вы здесь точно видите, точно видите вот такую крепкую обувь, потому что мы вам сейчас, я еще раз говорю, доказываем абсолютно все в прямом эфире, то, что это не промокает, то, что здесь у нас пришивной метод крепления подошвы, подошвы сама мягкая, и вот сейчас Оксана просто гнет своими руками не потому, что у нее такие сильные, а потому что это просто сделать. И, конечно, сейчас, опять же говорю, очень много звонков. Дорогие наши телезрители, телезрительницы, для тех, кто только что присоединился, я вам рассказываю, как сделать заказ для того, чтобы за 1690 рублей взять вот такую классную пару. 77-584 номер лота вы называете, выбираете цвет, но я знаю, что берут и черный, и коричневый, может быть, например, черный себе, но я имею в виду про мужчин, а коричневый, может быть, своему отцу, почему бы нет, на самом деле очень классно, тем более посмотрите, какой коричневый цвет, именно темно-коричневый, здесь красота небольшая. Ты знаешь, Аташ, на мой взгляд, кажется, что вы попадете однозначно, потому что если ваш мужчина любит классические типовые, ну, друзья, вот они, если ваш мужчина обожает кроссовки, вообще жизнь свою не мыслит без кроссовок, так, пожалуйста, вот вам еще и кроссовки. Здесь как бы два в одном. Здесь действительно классика читается, и вот этот кроссовочный тип подошвы, который мы с вами все уже рассмотрели. Протектор, да, какой? Да, и причем вот эта кроссовочность, она ведь нам дарит еще и амортизацию. А что такое амортизация для наших ног? Это равно здоровье, потому что, когда мы с вами ходим, то каждый раз наши суставы получают ударную нагрузку, если мы босиком ходим с вами по ровной поверхности. А здесь у нас с вами кроссовка, которая будет снимать, подошва, точнее, которая будет снимать ударную нагрузку. А вот, значит, Александра можно продемонстрировать, да? И эта ударная нагрузка, когда вы делаете шаг, она не возвращается к вам в голеностопный сустав, а перераспределяется по всему объему подошвы. Вот такая вот физика. И она, кстати, работает на наше здоровье. Ну, конечно, вот ты сейчас показывал такой классный эксперимент. Покажи еще раз. На самом деле, для меня это было удивительно, чтобы подошва, да, и имела какие-то такие пустоты. Вот зачем они сделаны? Я знаю, что такие есть действительно в дорогих кроссовках, которые начинаются от 10 тысяч рублей. И для многих это считается нормой, так же, как купить дорогую зимнюю одежду. Ну, вот как раз та самая амортизация, о которой я выше говорила, да? Когда мы с вами делаем шаг, то у нас с вами что делать? У нас нажимается вот на эту часть, идет как раз, ну, соприкосновение с поверхностью, да? И у нас нажимается вот эта часть. И она амортизирует, обладает упругой деформацией. Что такое упругая деформация? Это готовность материала каждый раз вернуться к своим исходным позициям. Вот они, смотрите, бак-бак, опять возвращаются, да? Вот они как раз, эти детали, они работают на то, чтобы при ходьбе была та самая амортизация, которая нам важна. Вот попробуйте, например, походите в обуви. Ну, знаешь, такое в гранж-стиле есть? Вот такая несгибаемая подошва на высокой платформе. Вот когда вы походите в этой обуви, ну, допустим, минут 15, а потом переобудетесь и наденете обувь, тоже походите минут 15, почувствуете разницу. Вот там нет амортизации. А здесь она есть. То самое, что нужно для здоровья наших ног, потому что ударная нагрузка, еще раз скажу, не возвращается к вам в суставы, она перераспределяется по объему подошвы. Аплодисменты. Невероятно мягкая, невероятно теплая, невероятно удобная. Посмотрите, плюс 30 пар еще было добавлено, то есть продано, да, пока мы разговаривали, 155. То есть идет презентация буквально несколько минут, а сейчас вы видите именно вот такую пару, которая просто разлетается. И опять же, подумайте о своих детях или внуках, потому что размеры 40-го, и вы видите мягкую. И если наши дети не особо любят ботинки, потому что они как минимум неудобны, да, они очень такие корявые, то здесь вы приобретаете мягкую обувь, современную, которую можно и под кроссовки, в том числе, быстренько ее переделать. 1690 рублей стоит сегодня. Это прекрасная пара, называется они Брайн 77584, номер лота. Берите прямо сейчас, пока они есть в наличии, пока вот это чудо есть, но оно может быть ваше. Вам нужно только позвонить и, конечно же, заказать. Черные разлетаются, и вы наверняка со своими, не сделаете, со своими ботинками, да, не сделаете того, что делает сейчас Оксана. И даже в магазин пойдете, вы будете избалованным покупателем, который прекрасно знает, какая должна быть обувь, потому что мы вам все рассказали, мы вас научили, и поэтому прямо сейчас по всем этим плюсам вы можете спройтись и сказать, за 5000 рублей, за 7 меня не устраивает. Она мягкая, она промокает, да, и так далее, там подобное. Сегодня сочетается все. Она мягкая, она не промокает, она пришивная здесь, теплый у нас низ, и стоит, стоит 1690 рублей. Это самое главное преимущество для зимней обуви. Ну и, конечно, если вы положите в свою корзину вот такие домашние чуни, то вы сегодня сэкономите, потому что такая обувь стоит на 790 рублей, а платите вы за доставку один раз. Успейте до полуночи, делайте самые лучшие свои покупки, и, конечно, сэкономьте на доставке. 77-585 номер лота наших замечательных домашних тапочек, называется теплочек. Давай сразу укажем, из чего они сделаны. 50% натуральной шерсти, овечьей шерсти, 50% синтетического волокна. Прекрасный союз, прекраснейший тандем, потому что они греть вас будут, а когда вы их постираете, они еще быстро высохнут. Вообще не накапливают никаких неприятных запахов. Мягкие, удивительные, вообще могут как самостоятельно носиться, или, например, вы будете использовать в качестве вкладыша в объемную обувь из эвоэтиленвинилоцетаты, или, например, из резиновых материалов. Поэтому вот действительно, надели на ногу, а дальше уже обули обувь. Или вообще носите действительно по дому вот такие замечательные чуни. Мы-то вот с Наташей вообще поняли, что их еще можно и украсить особым способом. Вот вы купили себе, дочке, сели вечерком и начали украшать бисером, разными пайетками. Да, такой классный. Да, разными тесемочками необыкновенными, помпончики вы какие-нибудь яркие пришьете. И получится у вас оригинальная обувь для дома. И вообще такие уютные вещицы, душевные вещицы, мне кажется, должны быть в каждом гардеробе. В каждом гардеробе, я еще раз говорю, мы берем абсолютно все, мы берем детям, берем своим мужьям, отцам, братьям, бабушкам, дедушкам, себе в том числе, потому что размер у нас 35-го по 45-й. Представляете, мы с вами сегодня берем за 790 рублей настоящую овечью шерсть. И, кстати, это необычно, если бы вот это то же самое было бы внизу, она бы была бы невероятно скользкой, мы бы вам, конечно, такие не предлагали. Но здесь особенная подошва. Да, у нас на подошве, на ходовой поверхности подошвы находится такая вставка из эко-кожи, которая как раз обеспечивает антискользящий эффект. Они очень похожи на чешки, вот эта поверхность на чешечной, да, поэтому очень удобно. Я вас уверяю, что если, например, я вас уверяю, что такая обувь будет для вас помощниками. Вы знаете, когда у вас возникают какие-то тревожные состояния, потому что в жизни мы переживаем за всё, если вы будете чувствовать эту тревожность, выпейте чай с сахаром и наденьте вот эту тёплую обувь. Вот это рекомендация моего знакомого рефлексотерапевта, который я пришла, я, пожалуйста, говорю, вот вы знаете, как-то вот я постоянно тревога какая-то у меня, вот не пойму, с чего. Он говорит, так, с чего, даже не задумывайся. Вот если чувствуешь такое состояние, как-то начинает наступать, то тогда чаёк с сахарочком и тёплую обувь. Мы даже не задумывались. На дело, и ты знаешь, я попробовала, Наташа, работает. Работает, работает 100%, потому что, я ещё раз говорю, мы даже не задумываемся, о чём мы ходим, вернее, в чём мы ходим дома. Я однажды пришла к своей подруге, она ходит в обычных таких шлёпках. Я говорю, ну как так можно? Это же дом, это же комфорт, уют. Поэтому берите прямо сейчас, и поверьте, вы почувствуете себя по-другому абсолютно. Ноги всегда должны быть в сухости и тепле. С домашней чуни стоят 790 рублей. Ну а если мы говорим, что всегда должны быть в сухости и тепле наши ноги, то, как правило, у женщин большой выбор обуви. А у мужчин намного меньше. И, кстати, намного, намного дороже. И вы со мной сейчас согласитесь. Но только не в нашем случае. В прямом эфире на телеканале Дисконт у нас появляется вот такая классная пара обуви, которая стоит 1690 рублей. Прошлые две просто разлетелись. У нас прошлых два часа прямых эфиров. Поэтому прямо сейчас вы экономите 3300, а это можно еще одну пару взять. И, конечно, приобретайте классные, мягчайшие вот такие вот ботинки. Давай еще раз расскажем о них. Поподробнее. Начните с них. Они мягкие, вот как кроссовки. Хотя сделаны из эко-кожи сверху, а внутри, видите, мех. Достаточно плотный, искусственный мех, который будет вас согревать. А он вас будет согревать, потому что он здесь везде. И на боковых деталях, и вот на язычке мех, и даже на стельке мех. Кстати, стелька съемная. Поэтому вы сможете вынуть и положить внутрь свою ортопедическую, или какую-нибудь, может быть, войлочную. Дальше. Посмотрите, какой у нас оригинальный язычок. Дело в том, что здесь можно зашнуровать эту обувь вот таким вот образом, если у вас очень узенькая ножка. Вот так вот сделать. Узко-узко. А можете единожды расшнуровать язычок, положить на боковые детали, которые... А, ты уже показала. Вот, извините, я увлеклась. Вы можете... Зашнурование, расшнурование. Действительно, продано 213. 213 пар, это буквально только за наш прямой эфир. Прямо сейчас. Я еще раз говорю, что у нас очень много звонков. Обязательно звоните. И если вы хотите прямо сейчас записать номер лота, подумать и потом взять, вот те, кто и так сделали, берут сейчас эти, потому что не успели взять те. Поэтому берите прямо сейчас эти. Но как подобрать размеры, мы сейчас вам расскажем. Да, очень просто выбирайте на размер побольше, потому что они маломерки. Мы доверяем нашим мужчинам. Мы каждому дали примерить. И, в общем-то, у них взяли обратную связь, скажем так, обратную информацию. Наши операторы померили. Стилисты померили. Наш стилист Сергей померил. Обязательно. Наш оперативный продюсер померил. Режиссер померил. И все в один голос сказали. Друзья надо брать на размер побольше. Ну, кстати, все сказали, давай отметим до конца, что все сказали, как это удобно. Да, потому что в основном наши мужчины ходят в кроссовках. И мы тоже это заметили. Но зимой кроссовки не всегда наденешь, потому что, как правило, они выполнены из текстиля. А здесь комфорт-то кроссовок и мягкость кроссовок. Но выполнены вот эти ботиночки из эко-кожи. Поэтому это вполне себе достойный зимний вариант обуви. Сейчас обязательно вернемся к этому материалу для тех, кто еще не знает, что такое эко-кожа. Но сейчас я хочу обратить внимание на цвета. Вот вы видите, думаете, черный? Нет, это коричневый. Посмотрите, какой классный, вкусный, красивый цвет. Если вам нравится быть в тренде, если вам нравится следовать вот этой современности, то сейчас берите именно коричневый цвет. Ну и, конечно, черный классик, который просто разлетается. Я не знаю, останется ли к концу эфира черный цвет. С 42 по 45 еще меньше стало, потому что всего продано более 220, по-моему, если не ошибаюсь. Ваша экономия сегодня 3000 рублей. И вот, посмотрите, помните, о чем я говорила? Вот она фактура одна ткани, а вот фактура другая. Как круто сделано, как красиво сделано. Да, во-первых, разные фактуры, а во-вторых, у нас здесь много деталей. Посмотрите, да, они так интересно между собой сочетаются. У нас с вами обсоюзка в носочной части из матовой эко-кожи. Вот такие вот элементы украшения тоже из матовой эко-кожи. Дальше, люверсов у нас с вами здесь нет, но вот это берцы у нас с такими вот интересными деталями решены. Далее, у нас с вами вот эта зона мягкого канта, она здесь тоже из гладкой эко-кожи. Задинка из гладкой эко-кожи. А вот в целом боковые детали, союзка, да, выполнены из такой фактуры, где читается как раз-таки вот этот рисунок, который в натуральной коже есть. Да, он обычно Мирия называется. И по... Ну, в общем, короче, в натуральной коже такой рисунок. Не будем вдаваться в подробности, да, в какие-то детали, технологии. Я знаю, что ты очень всего много знаешь. Доверяйте, на самом деле, мнению эксперта нашей Оксаны Цыгановы, потому что так, как она рассказывает, знает обувь, не знает никто. И так, сколько всего она видела, да, и производство в том числе, конечно, я думаю, что это особенная редкость. Поэтому прямо сейчас мы вам представляем всё в прямом эфире. И стоит она 1690 рублей. Ничего не скрываем, всё показываем, и давай вернёмся к материалу. Что такое эко-кожа? Мы говорим всё время эко-кожа. Но эко-кожа – это альтернатива коже натуральной. Почему появляется эко-кожа? Потому что, во-первых, это экономично, это дешевле однозначно. Во-вторых, по своим свойствам она порой и не уступает коже натуральной, потому что это влагоотталкивающий материал. Потому что этот материал, который не деформируется. Ну, даже если вы попали под дождь или вот попали в сугроб подтаявший, долго-долго там находились, намокла обувь, высушите и увидите, что материал, точнее, обувь форму свою не потеряла. Самое главное, за эко-кожей не нужно какого-то особого ухода, то есть дорогостоящих восков, подкрашивающих спреев, всяких невообразимых красок, веществ, там абсолютно ничего не нужно. Отталкивающих и так далее. Ну, вот самая обыкновенная салфетка из бумаги или текстиля, которую вы будете протирать изделие. Если у вас дома есть средства по уходу за эко-кожей, то, пожалуйста, кто же вам запрещает-то пользоваться ей, да? А в целом, если нет, ты не нужна. Поэтому, действительно, я считаю, что обувь из эко-кожи, она наш бюджет с вами сохраняет. И, кстати, нервы тоже. Ну, и давай, кстати, развеем тот миф, что раньше была, конечно, одна такая кожа, но сейчас производство не стоит вперед. Раньше это называлось кожзам, но сейчас это даже не то. Это совсем другое. Если раньше мы не могли к этому подойти, потому что это было ужасно жестко, то сейчас она практически, чуть ли даже не перегоняет по качеству, по мягкости саму кожу. Вот видите, сейчас даже как пальчики, да, шевелятся, Александр прям видно. Поэтому, конечно, она мягкая, но посмотрите, сколько достоинств, в отличие от кожи. Ну, вот самое главное достоинство, это, конечно же, то, что эко-кожа, она устойчива к влаге. Вот я сейчас держала обувь в воде, и у меня не намок носок ни с внешней части, ни с внутренней части, уберем мы, пожалуй, этот момент. А далее, смотрите, если бы все-таки быстро бы у меня протекла вода внутрь, а у нас внутри швы находятся, то сразу бы... А он до сих пор лежит. Сразу же стали появляться темные пятна. Но носок-то у меня остался абсолютно сухим, поэтому и ваш носок останется сухим в том случае, если вы в лужу попадете. Ну и, конечно, вы сегодня приобретаете даже вот такую водонепроницаемую, водонепромокаемую обувь, и значит, нам не страшны ни дождь, ни слякоть, ни вот эта сейчас переменчивая погода, когда начнется снег. Уже можно прямо сейчас ходить, потому что у нас, например, сегодня утром был один градус. Один градус тепла, ночь уже минусовая температура, и, конечно, мы должны позаботиться о своих ногах, и наверняка у вас, может быть, осенние какие-то туфли на тонкой подошве, в которых уже холодновато ходить, и хочется, конечно, что-то более теплое. Поэтому, поверьте, в таких вы будете чувствовать очень комфортно. Ну и, конечно, у меня, например, у супруга нога достаточно широкая, и я не могу выбрать ему, да, и он сам говорит, я не хочу модельную обувь, особенно зимнюю. Я хочу, чтобы мне было комфортно и удобно, и поэтому она должна быть широкая достаточно именно вот в этой зоне, как ты мне сейчас скажешь, в зоне сгиба. И прямо сейчас вы сами видите на Саше, что они достаточно широкие, они объемные, а это значит, что комфорт вам обеспечен. Именно поэтому вы делаете смело дистанционную покупку, мы вам говорим размеры, мы рассказываем абсолютно все, то, что вам даже не расскажут в магазине продавцы, показываем, вы сами видите эти все примеры, и, конечно, прямо сейчас подбираем размер. Да, размер, кстати, нужно выбирать на размер побольше, и в этом случае вы комфорт испытаете, потому что, извините, они чуть-чуть маломерят. Но я должна сказать вам следующее. У нас здесь такая двойная, такой двойной процесс процесс отбора обуви происходит. Самое главное и первое, обувь выбирают наши байеры, то есть те люди, которые занимаются закупкой обуви. Так как дистанционные телемагазины, вы делаете дистанционные покупки, поэтому каждая пара, она обладает той или иной технологией комфорта, для того, чтобы вот наверняка вы эту обувь приобрели и не разочаровались. Поэтому каждая пара отсматривается, выбирается. А второе, это мы, да, потому что мы тоже, прежде чем выйти в эфир, мы тоже меряем, обсуждаем со всеми коллегами, решаем, какую пару вам предлагать, а какую нет. Вот сегодня мы единогласно для вас выбрали именно этот вариант, потому что у нас очень много мужчин, на их примере расскажу, да, очень много мужчин, которые любят комфорт в нашей, ну вот, и любят кроссовки, в телеканале Дискорд. Современные такие. И носят они кроссовки. Но вот, понимаешь, не каждый раз кроссовки наденешь. А здесь, безусловно, комфорт и мягкость кроссовок, но при этом это же полноценные зимние ботинки. Ботинки. И, конечно же, сегодня цена даже не кроссовок, потому что кроссовки начинаются от 8 тысяч рублей, а в принципе больше 10. 1690 они стоят сегодня. И только вдумайте, зимняя мужская обувь стоит сегодня 1690. И при том вы приобретаете, честно говоря, даже не одну, а две. Почему? Потому что мы по-разному их модернизируем. Мы можем их носить как кроссовки, а можем носить вот такие, как ботинки. В классическом варианте, да. Под школьную форму, если вы берете детям, 100%, они будут рады, потому что это современность, это модно, это тренд. Посмотрите, какая подошва, такая тракторность. Но если у нас какой-то более такой деловой стиль, если мы носим брюки, если мы носим все-таки в классическом варианте, может быть, кэшелл-пиджаки, то мы тоже смело надеваем. Вот сейчас видите Александр, который и в кожаной куртке, но и в пальто будет выглядеть очень даже классно. Да, пальто, а если еще объемный шарф выберет, может быть, в клетку шарф, с какими-нибудь, с такими, даже шарф с длинным ворсом, тоже будет очень хорошо смотреть с этим ботинком. Это же зимний вариант обуви, поэтому в качестве зимних аксессуаров здесь могут присутствовать абсолютно разные варианты. От каких-то интересных перчаток, кстати, тоже коричневого цвета, до шапки, или шарф, как мы с вами уже поняли, в клетку будет самое то. Мне тоже нравится, что Александр выбирает эту обувь джинсами, но это не значит, что, как ты и сказала, Наталья, с брюками они будут выглядеть, диссонировать. Вовсе нет. Даже сюда подойдут и классические брюки, даже со стрелками. Даже так, да? Да, обычно мы говорим, нет, 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 брюки-то все-таки со стрелками сюда не подойдут. В целом, в общем-то, очень-то будет и неплохо, да. Далее, если, например, ваш мужчина или вы, если вы мужчина, предпочитаете носить брюки и заворачивать край изделия в манжет, то тоже вы с легкостью это сделаете, учитывая, что у нас достаточно высокие боковые детали, а значит, вы даже сделать, подвернуть, может, сможете брючки в манжет, вам будет не холодно, потому что здесь достаточно высокие боковые детали обуви. Давайте посмотрим, сколько сантиметров они у нас составляют. Ну вот, пожалуйста, практически 9 сантиметров. то есть достаточно высоко, опять же, это хорошо, потому что все-таки это зимняя обувь. Итак, друзья мои, наш заканчивается прямой эфир, 1690 рублей стоит такая классная обувь. Ну и, конечно, если вы берете сразу, например, и чуня, а еще и несколько, потому что я знаю, что берут и по 2, и по 3, все-таки стоят они сегодня 790 рублей, мы с вами экономим на доставке. До полуночи по московскому времени вам нужно успеть сделать заказ, оформить его. Но, внимание, вот такие ботинки разлетаются черного, практически нет. Поэтому берите прямо сейчас и уже бронируйте, заказывайте, кладите в свою корзину. Итак, вот такие чуни из шерсти, 50% и 50% акрила стоят 790 рублей, 77-585 номер лота, размеры, внимание, с 35 до 45, поэтому абсолютный унисекс, от детей до мужчин, взрослых берем, ну и, конечно, берем вместе с такими классными ботинками мужскими, потому что неизвестно, останутся ли они через 2 часа, тогда, когда мы с вами еще раз встретимся. 77-584 номер лота, именно ботинок, они в двух цветах, есть черный и коричневый, если нет черного, поверьте, можно взять и коричневый. Ну и, конечно, вот такая обувь должна быть, это ваше здоровье, прежде всего, это ваш иммунитет, потому что это шерсть, и, конечно, это классный новогодний подарок, и берите обязательно такую обувь.